Абиссинская кошка Это одна из старейших кошачьих пород. Изображения таких кошек есть на древнеегипетских статуях, фресках и картинах. Раньше считалось, что порода появилась в древней Абиссинии, современной Эфиопии. Но последние генетические исследования говорят в пользу и восточной Азии, побережья Индийского океана. КОНЕЦ Современные абиссинцы сохранили первобытный облик Телеслибекка, дикой африканской кошки, предка всех домашних кошек. А их характерная шикарная шерсть – одна из тех особенностей, которые подчеркивают дикий облик абиссинцев. У абиссинцев шерсть окрашена полосами, это называется тикень. И означает, что ближе к телу шерсть более светлая, чем длиннее она отрастает, тем больше на ней полос разного цвета. И тем более, чем генетические волосы, тем более, чем вы видите различные банды в калории. Существует четыре изумительных аккаса. Сорель, фавн, голубой и самый популярный – дикий. Добавьте к этому восхитительные желтые и зеленые глаза и получите потрясающую кошку. Большие выразительные медалевидные глаза абиссинцев, золотые или зеленые, и большие широко расставленные пятнистые уши обуславливают чуткое поведение и довершают облик дикого животного. Прославившихся своими нелепыми выходками, абиссинцев часто называют клоунами кошачьего мира. Абиссинцы отлично умеют лазить, забираться куда-то, могут стянуть рулон туалетной бумаги или еще как-нибудь наведотворить в доме, но при этом повеселиться. Это порода для тех, кто хочет поближе познакомиться с дикой природой. Кошачий дрессировщик Триша Мэнки отлично справляется с этой ролью. У нее живет трехлетний абиссинец по имени Кит Казанова. Я очень его люблю. Он прекрасный пример. Член семьи. Триша начала запрягать дикую натуру Кита, когда ему было 4 месяца, а сейчас это очень умный котик. Сначала я научил его ходить на поводке. Он может выходить из дома, дышать свежим воздухом, бегать, и в то же время он в безопасности. Если большинство кошек ходят в лоток, Кит сразу бежит в туалет. Я научила его пользоваться унитазом, и он легко это усвоит. Несомненно, Кит – очень умный кот, и Триша решила совместить его с образительностью и спортивную форму. Я решила научить его прыгать через кольцо. Сначала оно было близко, а потом относила его все дальше и дальше. Го, молодец! Сейчас он прыгает через кольцо, которое висит на потолке. И прежде чем Триша это поняла, прыжки стали любимым занятием Кита. Иногда я просыпаюсь среди ночи, Кит Казанова прыгает через кольцо. И вскоре его особый талант навел Тришу на мысли. Я очень люблю наших солдат, всю жизнь хотела отблагодарить за то, что они мне дали. И вот подумала, а сделаю-ка я из фотографий открытки и назову прыжки для наших войск. Сначала Триша пригласила фото журналиста Кевина Ван Дивера, лауреата премии, чтобы он заснел Кита в действии. Я не представлял, что кошку можно обучить, хоть чему-то, не говоря уже о прыжках через кольцо. Кот выступил лучше, чем смог бы я. Может, эту? Хорошо. Мы, наверное, сделали 20 прыжков. Солдатам понравилось непременно. Почему же Кит так хорошо прыгает из неподвижного состояния? У него очень мощная мускулатура в задней части, которая позволяет ему прыгать длину или высоту на расстояние в шесть раз больше его тела. Молодец. Когда Триш и Кевин сделали подборку фотографий, Триш на компьютере создала дизайн открыток и на каждой сделала воодушевляющую надпись. Отправила уже, ой, где-то 36 тысяч открыток нашим солдатам в Ираке и Афганистане. Реакция была ошеломительной. Они ответили, что им очень понравились открытки. Вот из военного госпиталя в Ираке. Спасибо за ваш безмерный вклад. Помогает возродить поддержку и поднять боевой дух. Да, они все говорят, какой ты хороший кот. Даже представить не можете, как много значат для меня эти открытки от Триш и Кита. Надеюсь, однажды доехать в Остин, познакомиться с Тришей и Китом, крепко обнять их и сказать большое спасибо. Несмотря на то, что всю почтовую компанию оплачивает сама Триша, она не намерена сбавлять темп. Этим я хочу заниматься всегда. Кита ждет еще много лет прыжков через образе Лисалда. Средняя продолжительность жизни овесинца в 12-15 лет, и в целом это здоровая порода. Однако они подвижны некоторым болезням. У них случается вывих коленной чешечкой. Также у этой породы бывает воспаление тюксин. Обесинская кошка – это отличный компаньон, который любит людей, но дети могут разочароваться. Часто эти кошки не любят сидеть на руках. Ухаживать за шерсть обесинцев очень легко. Они мало линяют, нужно просто вычесывать раз в неделю. Итак, обесинские кошки подвержены болезням десен и вывиху коленной чешечки. Их нужно вычесывать еженедельно, и пусть они не будут нежиться у вас на коленях, а то станут преданными компаньонами. Субтитры создавал DimaTorzok